Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа тема дня. Меня зовут Александр Гурарье и мы сейчас будем беседовать с военно-политическим экспертом Алексом Векслером об очень интересном событии, которое произошло два дня назад. Армия обороны Израиля осуществила контролируемый взрыв туннеля, который ввел сектор из сектора газа на территорию Израиля, не просто на территорию Израиля, а непосредственно, буквально, практически к воротам израильского населенного пункта Кибуца, в который, судя по всему, и намеревались террористы Хамаса, пролез через туннель и напасть на этот Кибуц и совершить террористический акт, который прославит, их в глазах арабского мира. Совершенно случайно в тот момент, когда, ну, случайно я говорю в кавычках, очевидно, в тот момент, когда этот туннель уничтожался, там оказались более десятка террористов, и не просто террористов, а ведущих руководителей боевиков, полевых командиров, которые приехали, судя по всему, проинспектировать и торжественно открыть этот туннель. Алекс, как это было? Ну, значит, начнем с того, что действительно позавчера Цагал уничтожил террористический туннель из Газы, который уже был прорыт под нашей территорией. Я представляю, что на расстоянии уже до 100 метров он выходил на нашу территорию, хотя они еще, так сказать, не прорвали его снизу. Это было в районе Кисуфим, напротив Хан Юниса. Можно считать, я думаю, в большей степени то, что произошло позавчера, можно считать актом политическим, а не военным. И я сейчас начну объяснять, почему. В уничтоженном туннеле нашли свою гибель, свой конец, по крайней мере, 11 боевиков исламского джиада и Хамаса, и еще 15 бандитов были тяжело ранены, некоторые из них даже смертельно ранены. Надо сказать, я не сомневаюсь, что Цагал уже какое-то время знал о существовании этого туннеля, по крайней мере, несколько недель, и терпеливо ждал, ожидал, наблюдал, когда работы уже будут переселены на нашу территорию, потому что взрыв туннеля произошел уже на нашей, исконно нашей территории. Можно с большой степени уверенности говорить, что мы также знали, может быть, на 95%, что это туннель не Хамаса, а исламского джиада. Вопрос о том, когда лучше всего было осуществить эту операцию, сталкивался с некоторыми серьезными вопросами, состоял, так сказать, из четырех элементов, почему, когда это было сделано, выбрано и так далее, и так далее. Элемент первый, надо было найти наиболее удобное время с политической точки зрения, так как наш кабинет последние недели очень терпеливо и осторожно наблюдает за двумя основными процессами, которые происходят в Газе последней недели. Мы знаем, что происходит это сближение между Хамасом и Фатахом, и поэтому, так сказать, мы вели себя достаточно осторожно. Сближение между Хамасом и Фатахом при прямом посредничестве Египта это происходит, надо сказать. При, как я понимаю, опосредственном посредничестве Саудовской Аравии, которая тоже очень желает этого примирения, примирения между Фатахом и Хамасом. И, как это ни странно, при косвенном посредничестве наших друзей, Соединенных Штатах Америки, ее президента, господин Бурарье. Укрепление и углубление военных связей Ирана и Хазбалла, как со стороны террористов в Газе, так и с другой стороны они укрепляют со всякими строптивыми организациями, вроде салафистов и джаадов, так и с Хамасом, как я уже сказал. До сих пор, надо сказать, последнюю неделю Хамасу удалось как-то одновременно и параллельно продвигать эти два элемента в двух направлениях без вмешательства с нашей стороны. Мы почему-то молчали на протяжении какого-то времени. Второй элемент, очень серьезный, касался чисто армейских соображений и предпочтений. Уничтожить туннель, когда в нем находятся террористы, или воспользоваться возможностью, когда в нем никого нету. Такого рода тоже вопрос стоял перед нашей армией, и даже каким-то образом это прозвучало в выступлениях пресс-секретаря армии, что вызвало спор между министром обороны Либерманом и министром образования, главой партии Еврейский дом. Вы наблюдали, я думаю, что все наблюдали за этим спором. Я не знаю, где с какой стороны находится правда, но так или иначе и мне показалось каким-то образом, что наши пресс-секретари каким-то образом, если не извинились прямую, но высказали предположение, что нам было бы желательно, если бы в этот момент, в момент взрыва в туннеле никого не находилось. Алекс, это не просто заявление пресс-службы, это заявление очень широко обсуждается и, честно говоря, обсуждается с большим возмущением, поскольку получилось, что пресс-служба армии как бы извинилась перед террористами за то, что армия уничтожила туннель, который был прорыт на территорию нашей страны с целью совершить террористический акт и убить как можно больше граждан. То есть, прозвучало это очень странно. Несомненно, я тоже слышал все это высказывание, правда, в переводе с еврей, это можно было, так сказать, рассматривать не как прямое извинение, но чувствовалось косвенно извинение в этом заявлении, что само по себе, с моей точки зрения... То есть, извините, извините, пожалуйста, извините, что мешаем вам нас убивать. Да, да, да. Террористы должны быть мертвы, особенно террористы, которые идут нас уничтожить. Так вот, рассматривался вопрос, это надо сделать с людьми или нет, как я уже сказал, мы несколько недель наблюдали за этим туннелем, знали, что это джихад. И, тем не менее, принималось решение таким образом. Удар по туннелю джихада, это можно рассматривать как удар по Ирану и Хазбале. Это не по ведущим переговорам между собой о примирении Хамаси и Фатаху, это уже удар по Хазбале и Ирану. Такая возможность, наконец, нам представилась позавчера, 30 октября. В туннель зашла группа высших чинов, старших командиров исламского джихада. Среди них Арафат Абу Мерхат, это командир бригады исламского джихада в центральном районе Газы. Мы за ним гонялись уже и в прежних операциях, но он никак к нам не попадался. Его заместитель, заместитель командира бригады Хасан Абу Аананим. Оба погибли вместе с еще одним видным командиром джихада Ахмадом Калилом Абу Арманом. По меньшей мере, еще 8 боевиков нашли свою смерть в туннеле. И среди них 2 человека из морских командос Хамаса. Это очень отборная организация морские командос. Они пришли к ним на помощь. Они не находились в это время в туннеле, но были брошены на помощь, чтобы, как видно, вытащить этого командира бригады, заместителя командира бригады исламского джиада. Количество раненых, я уже говорил, достигает 15 человек. А в общем-то точно никто не знает сколько. И многие из них ранены тяжело. Третий элемент, тоже очень интересный, заключается в том, каким образом мы должны были уничтожить этот туннель. В конце концов, военно-политическое руководство Израиля приняло решение, что он должен быть уничтожен с воздуха в восточной части этого туннеля. Он был длиной приблизительно в 2,5 километра. То есть с воздуха в восточной части на нашей исконно территории Израиля. Расчет, надо сказать, заключался в том, что мощная бомбардировка, которая будет осуществлена, уничтожит весь этот 2,5 километровый туннель во всех его частях. Расчет оказался, несомненно, правильным. Надо сказать, что это первый раз, когда израильская авиация наносит удары и уничтожает туннель на истинной территории Израиля. То есть вражескую цель на исконной израильской территории. Это решение было принято с некоторыми опасениями, вам должен сказать, господин Гурере. С опасениями, что и в Америке, и в Египте могут не совсем понять этот наш шаг, хотя атака цели осуществлялась на исконной израильской северенной территории, а не на территории Газы. А что значит неправильно понять наш этот шаг? То есть мы уничтожили туннель, который вел на нашу территорию, и, как я уже говорил, цель была абсолютно прямая, святая, и ее никто не скрывал. Проникнуть на территорию и убить людей. Я скажу, в чем дело. Я уже намекал на то, что переговоры между Хамасом и Хамасом и Патахом ведутся при прямой заинтересованности Египта, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов Америки, которые все время нас просят сдерживаться. Сейчас я расскажу более подробно, так сказать, почему это произошло. Наконец, четвертый и самый основной элемент наших соображений заключался в том, что вчера, 31 октября, Хамас должен был, по крайней мере, символически передать контроль над всеми КПП в Газе и с нашей стороны, Керен Шалом и Эрес, и Рафиях в руки сил палестинской автономии. После того, как президентская гвардия Абумазана, кстати, передача началась вчера, а завершилась сегодня, потому что все-таки позавчерашняя атака на туннель отодвинула это дело на один день. Но сегодня, надо сказать чисто символически, президентская гвардия Абумазана получила контроль над всеми контрольно-пропускными пунктами. Мы знали, что если мы это сделаем на день позже, мы не сможем позволить атаковать эти объекты, потому что на них уже заступила президентская гвардия Абумазана, взяла это под контроль. И еще потому, потому что эту президентскую гвардию, эти батальоны тренировали, обучивали, вооружали. Никто, как иначе, американцы во главе с генералом Дейтоном и его офицерами. Поэтому позавчера, 30 октября, у нас была последняя возможность, которую мы воспользовались профессионально, как с военной, так и с политической точки зрения. И здесь еще, вы обратили внимание, как мы волновались по поводу того, что полетят из газоракеты. Несколько батарей железного купола были развернуты накануне, еще позавчера и вчера. Но, я вам должен сказать, проявились очень интересные наши отношения с Египтом, которые были налажены на протяжении длительного времени по всему, что касается нашей обороноспособности и их по поводу совместных действий, когда мы воюем вместе против Синаи, против террористов. Египтяне в очень жесткой приказной форме, не требующей никаких возражений, указали и Хамасу, и Джааду на то, что они должны воздержаться, не должна быть выстрела ни одна ракета в сторону Израиля. Потому что, если только одна ракета будет выстрелена в сторону Израиля, Рафиах, в котором больше всего заинтересованы палестинцы, особенно Хамас, Рафиах, КПП по Рафиах на стороне между Газой и Египтом, останется закрытым. То есть, Египет в жесткой форме сказал им, что делать. Поэтому мы перенесли, пережили эти два дня спокойно. Я думаю, что и в дальнейшем мы не будем получать ракеты. Да, ни одной ракеты так и не прилетело, несмотря на все прогнозы. Да, да, да. Так им сказали жестко. Хотите, чтобы открыли ни одного выстрела? Будет один выстрел, мы не откроем. Я вам должен сказать, что Израиль и Ближний Восток находятся в последние дни под очень пристальным вниманием многочисленных посланцев Америки, которые приезжают к нам часто в связи с переговорами, которые ведутся между Фатахом и Хамасом, в связи с этим примирением, переходом под контроль Фатаха всех контрольно-пропускных пунктов и так далее. Так вот, многочисленные делегации из Америки. Например, главный советник американского президента Дональда Трампа, его еврейский родственник, взят Джерард Кушнир, 3-4 дня тому назад с тайным закрытым визитом посетил Саудовскую Аравию, вернулся в Соединенные Штаты. И, кстати, ни один из присутствующих в этой делегации, в составе этой делегации, потому что в делегацию входила заместительница советника президента по национальной безопасности Дина Павел и специальный посланник президента на Ближний Восток по поводу переговоров между Израилем и палестинцами, Джейсон Гринблотт, он входил в эту делегацию. Надо сказать, что все эти люди совершают многочисленные поездки по маршруту Вашингтон, Каир, Иерусалим, Эль-Риад, Рамала и так далее. Делегация вернулась уже 28 числа, то есть 4 дня там назад вернулась в Америку. И до сих пор ни пресс-служба Белого дома, ни пресс-служба госдепартамента. Как будто его воду набрали в рот, по поводу этого визита никто ничего не сказал. Никому неизвестно, с кем они говорили, встречались и о чем говорили. Я думаю, что все-таки единственное, кому известно об этом, это Бенямин Натаньяу и его окружению, потому что 29 октября, 3 дня тому назад, Джейсон Гринблант прилетел в Израиль, чтобы рассказать, доложить нашему премьер-министру по поводу визита в Саудовскую Аравию. В этот же день мы удостоились еще одного очень интересного визита. Правда, они прилетели разными самолетами. В этот же день в Израиль прилетел американский министр финансов Стивен Мнухин. Правда, красивая фамилия, господин Курилье? Да, симпатичная. Мнухина. Симпатичная фамилия, да. Да, да, да. Ну, тоже, так сказать, еврейское происхождение, министр финансов. Я не совсем еще знаю, я думаю, что в ближайшее время нам станет известно, почему оба визита были в один день, и те темы, как видно, были связаны и политические темы, и финансовые темы. Потому что нам намекают американцы, они просят Натанияу все время оказывать более официальную поддержку, пускай и такую, и тихую, процессу перемирия, замирения между Хамасом и автономией. А также предпринять некоторые шаги, чтобы облегчить, продемонстрировали всему миру, что мы улучшаем ситуацию на западном берегу и так далее, и так далее. Но наш премьер-министр, надо сказать, ведет очень интересную позицию, политику. Потому что одна из возможностей Бенемина Натания избежать американо-саудовское, египетское давление, это представить перед ними, перед Америкой, перед Египтом, истинную картину того, что происходит на самом деле в Газе. И мы хорошо представили 30-го числа эту позицию, когда показали туннель, который уже вышел на нашу территорию, потому что рытье туннелей террористических под суверенными территориями другого государства совсем не согласуется с мирными переговорами, которые ведутся между Патахом и Хамасом, которыми так стремятся Египет и Саудовская Аравия. Алекс, но если сейчас вводится президентская гвардия, так называемая, в сектор ГАЗа, значит, они, соответственно, будут контролировать, так сказать, рытье туннелей, точнее, должны, по идее, препятствовать этой деятельности? Да, да, да. Если хватит сил. Я до сих пор уверен на 99,9% что этот договор между Хамасом и Патахом взорвется, если не в ближайшие недели, так в ближайшие месяцы, потому что там слишком, так сказать, разные направления во всем, что касается, так сказать, политики. Тем не менее, тем не менее, мы можем с благодарностью, так сказать, говорить о том, что сделал Египет, я уже сказал, так сказать, Революбин. И мы должны будем посмотреть на то, что происходит с гвардией президента Абумазана Махмуда Аббаса. Кстати, наши руководители уже получили указание командования, а также полицейские подразделения, получили с нашей стороны вступить в контакт с представителями гвардии президентской, которая заступила на охрану КПП, а также и они получили приказ от своего руководства вступить с нами в эти самые переговоры. То есть наладит взаимодействие по обе стороны границы. Да, 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 потому что в последнее время не так сильно было взаимодействие между нами и палестинцами по указанию Абумазаны здесь, и они находятся в тяжелом положении, они не знают, что будет, и поэтому им нужна и наша поддержка каким-то образом, потому что мы не заступили на места, которые были оставлены, они были оттуда изгнаны с позором 10 лет тому назад. Алекс, они были не просто изгнаны с позором, а все, так сказать, активные сторонники президента Абумазана, президента, как его называют, да, были просто, извините, вырезаны или их повыкидывали из окон офисных зданий, в котором они находились. Как бы таким образом Хамас, так сказать, исключил всякое там сопротивление и непризнание своей власти. Совершенно включая, так сказать, даже руководителя безопасности палестинской автономии в Газе, Мухаммада, Дахлана. Но ему удалось сбежать. Мы спросили тем, что мы его вывезли восьмым морским путем. Там стреляли в палестинских руководителей, выбрасывали их с крыш домов, стреляли им в ноги. Ну так, демократически они взяли власть, они же победили на выборах, то есть все демократично. Но надо обратить внимание на последние действия нашего премьер-министра. Вот два последних действия, которые я хочу сказать в октябре, одно, это позавчерашний туннель, который он взял на себя ответственность, потому что это, не дай бог, могло закончиться и хуже, чем оно закончилось с военной политической точки зрения. Здесь был его успех. И еще, надо сказать, это второй раз в прошедший месяц октябрь, когда Натаньяо заранее идет на обострение ситуации, которая может произойти, но четко ведет нашу линию на образноспособность. Потому что 16 октября, если вы помните, я об этом говорил, уже и у вас в передачу, в день приезда российского министра обороны Сергея Шойгу, наши ВВС, как обычно, совершали полеты на территории Ливана, полеты с целью фотоснимки, наблюдения, виде фотоснимок. Хотя российские разведывательные органы, источники сообщают, что Израиль послал свои самолеты в этот день, в день приезда к нам, к министра обороны Российской Федерации. Заранее зная, нам было известно, что сирийцы обязательно обстреляют этот самолет. Сирийцы обстреляли, батарея ПВО обстреляла. Конечно, они выпустили ракету СА-5, ракета промазала, как и в большинстве случаев, все, что они делают. Но, тем не менее, могло быть какого-то рода обострение в день приезда к нам министра обороны России. Я должен сказать, что эту сирийскую ракету мы потом, эту батарею мы уничтожили. Мы даже не вот так уничтожали ракеты, потому что они российского производства. Мы уничтожили командный пункт и радарная остановка. Ну, они стали, так сказать, слепыми и так далее, и так далее. Это, казалось бы, это незначительное израильско-сирийское столкновение имело одну главную цель. Показать и убедить российского министра обороны Сергея Шойгу, что в том случае, что Израиль никогда не откажется от свободы полетов в небе Сирии и Ливана, и не задумываясь атакует сирийско-российские цели, потому что эта батарея может считаться сирийско-российской целью. Ее обслуживание... Да, но, Алекс, надо говорить, что эта атака была согласована с российскими военно-космическими силами. Они были представлены... Да, они были поставлены в известность, как бы, и, в принципе, слава богу, что вот это взаимодействие между израильскими военными и российскими, оно действует и предотвращает нежелательные, так сказать, происшествия, которых, слава богу, удается избежать. Оно существует, это взаимодействие на нескольких уровень. Оно себя оправдало за последние пару лет сентября 2015 года. И когда я сказал, что это как будто бы сирийско-российский совместный объект, потому что российские ракеты, обслуживание сирийское, значит, но мы, в общем-то, предупреждаем их. Правда, в этом случае они говорили, что они получили от нас предупреждение в момент, когда уже самолеты вылетели, потому что все идет на секунду. Но в любом случае был сделан намек как в сторону России этим полетом, так и в случае уничтожения туннеля был сделан намек и в сторону Америки, а также Египта и Саудовской Аравии. А Израиль четко говорит и придерживается этой линии, по крайней мере, два случая уже в октябре. Он говорит своим партнерам и союзникам, что мы никогда не откажемся от защиты своих интересов, своей безопасности в районе Газа, даже если это будет связано с каким-то родом обострением ситуации, что, как видно, на этот раз не произошло. Будем надеяться, что и дальше будет достаточно. Да, будем надеяться, что намеки будут поняты правильно и ситуация будет под контролем. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы беседовали с Алексом Векслером, военно-политическим обозревателем. Алекс, спасибо вам за интересный, как всегда, интересный рассказ. А мы прощаемся с вами. Программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова